Для тех, кто первый раз сегодня с нами, и наш центр, и этот клуб существует год. Мы в прошлом как раз месяце праздновали год своего существования. Занимаемся мы разными интересными делами. В первую очередь, конечно, наш центр посвящен исследованиям и организации исследовательских проектов в области современного детства. Ну вот и клуб «Чаепите у классиков» это такая инициатива, которая вообще замысел, который принадлежит, собственно говоря, вам. То есть это вообще изначально была студенческая идея. Мы как-то, вот был у нас разговор со студентами, они говорят, вот много всего интересного в университете происходит, ну вот почему-то всё время лекции, семинары. И что-то как-то мы устали, вот хочется какой-то научной тусовки. Я говорю, а почему бы не сделать научную тусовку? И как вот это не абсурдно прозвучало, но вот так, собственно, родился этот клуб. Клуб – это открытая площадка, то есть мы открыты для всех желающих, не только для тех, кто учится в МГППО, в принципе, всех мы рады видеть. И чем мы занимаемся? Мы в основном читаем. Читаем мы классиков отечественной психологии. Прошлый год у нас был преимущественно посвящён Выгодскому, потому что как-то так уж сложилось, что больше всего его надо читать, а это, как оказывается, не так уж и просто. В этом году у нас было две встречи, которые, я бы сказала, были такие больше исторические. Мы встречались в психологическом институте, у нас там были экскурсии, и мы пытались познакомиться с менее известными психологами, чем Лев Семёнович. Ну вот, в частности, мы говорили о Георгии Ивановиче Челпанове, основателе вот этого института. Мы говорили о Волкове, о Надежде Николаевне Лодыгиной-Котс, вот об именах, которые, к сожалению, как-то гораздо меньше известны, но за которыми стоят очень интересные люди, интересные судьбы. И вообще, вот в чём, собственно, основная идея этого клуба? Ну, в первую очередь, собраться вместе, поговорить о книгах, поговорить о работах, задать какие-то вопросы, поделиться мыслями, идеями. Но вот основная такая проблема, которая, как мне кажется, сегодня и у студентов, и у аспирантов, да, и вообще у всех, кто обращается к психологии, это как понять, да, вот как понять тех психологов, которые к нам обращаются вот со страниц своих работ, как расшифровать тексты, которые порой оказываются действительно такими сложными для понимания. И вот мне кажется, что здесь очень важно, во-первых, брать культурно-исторический контекст, то есть, вот, собственно, эпоху, в которую человек работал, брать, да, какие-то основные факты, связанные с его судьбой, с его окружением. И вот как раз мы собираемся и об этом говорим. Сегодня я с огромной радостью представляю вам Николая Николаевича Вересова, который прилетел к нам из далёкой Австралии, который является профессором университета Монаш, которого, наверное, многие из вас знают уже давно, он и в магистрской программе читает лекции, и вообще он каждый год к нам прилетает, но первый раз, вот... Иногда бывает и по два раза. Иногда и по два. В этом году второй раз уже в июле на летней школе. Это же прекрасно. Вот, и сегодня Николай Николаевич обещал рассказать о том, в чём же неклассичность, неклассической психологии Выгодского. Нет, 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 я не обещал. Я обещал, что мы поговорим. Поговорим. Мы поговорим. Не я рассказать, а мы поговорим о негативе. Да, вот тут, кстати, тоже такой момент. Я вот как постоянный такой вот организатор, который приглашает разных выступающих, вот я вам скажу честно, самое сложное это сделать так, чтобы был формат не лекции. Причём мы постоянно со всеми, значит, гостями перед чаепитием обсуждаем. Вот только не надо лекции. Конечно, конечно, что вы, мы будем беседовать. И потом в результате заканчивается всё одним и тем же. Поэтому, Николай Николаевич, если сегодня нам удастся поговорить, то мы будем очень признательны. Ну, это нужно обращаться ко всем, потому что, если мы все сейчас с вами договоримся, что мы будем говорить, разговаривать, значит, мы будем... От Николая Николаевича тут ничего не зависит вообще-то. Ну, лекции точно не будет. Ну, если в конце чуть-чуть. Это самое главное. Всё, Николай Николаевич, я вам передаю слово. Меня хорошо слышно? Или всё-таки надо эту штуковину... Вот так лучше, да? Так лучше? Есть разница? Так и так. Ага. Ну вот, техническая служба просит говорить для того, чтобы это всё осталось в истории. Но, видимо, придётся всем микрофон. Разговор же. Дорогие друзья, мне очень приятно находиться здесь, в своём родном уже университете, с которым мы уже много лет вместе. Ольга Витальевна, вам лично огромное спасибо за приглашение, принять участие. Я когда в Австралии смотрел на сайт «Чайпитие у классиков», мне так хотелось приехать, тоже чайку попить у классиков, но было очень далеко. И вдруг, получая письмо, Ольга Витальевна говорит, Николай Николаевич, а вот почему бы нам и у Выгодского чайку не попить в этот раз. Поэтому огромное вам спасибо за приглашение. Я с радостью всегда принимаю такие приглашения. И очень здорово, что вы все пришли. Я очень рад видеть здесь знакомые лица, студентов, аспирантов, моих коллег, которые приехали из-за рубежа. Вот Веселин сидит, Васильев. Вот там где-то сирена в бюджете. Сирена. Вот. Замечательная компания. Я еще не всех пока знаю, но надеюсь, что к концу. О, Виктор Зарецкий там. Вит, заходи, тут есть место. Вот забыл Диме салям послать, Дмитрий Лубовский. Это профессора. То есть у нас здесь, видите, и профессора, и студенты, и аспиранты, и просто желающие, интересующие. В общем, хорошая компания для разговора. На самом деле для разговора, потому что называется дискуссионный клуб, правильно? Да? Дискуссионный клуб. Постоянно действует. Вот. И когда дискуссионный клуб, то почему-то сразу вспоминается мысль Выгодского о том, что мышление ребенка, ну, наверное, не только ребенка, возникает только тогда, когда ребенок сначала что-то обсуждает с другими. Разговор, общение. И даже спор. И только после этого ребенок оказывается способным с самим собой вести спор, то есть мыслить и думать. Ведь мышление – это не просто воспроизведение того, чего в голову приходит. Мышление – это способность посмотреть на одну и ту же ситуацию, по крайней мере, с двух сторон. И вот я бы очень хотел, чтобы мы сегодня вместе с Вами использовали эту возможность для того, чтобы поговорить, ну, то есть эту дискуссию начать, а вдруг у кого-нибудь это поможет в формировании мышления. Я, например, очень надеюсь на то, что мое мышление станет немножко другим. Ну вот, давайте мы все-таки не будем терять время. И я бы хотел на правах, так сказать, приглашенного гостя еще раз вернуться к теме, которая мне представляется очень интересной. Тема сегодняшней дискуссии заключается, если говорить простыми словами, а в чем, собственно, заключается неклассичность этой самой неклассической психологии Выгодского? Вот часто эту психологию, эту теорию называют неклассической теорией. Возникает вопрос, а почему неклассическая? В чем тут неклассичность состоит? Ну, наверное, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала поставить на повестку дня вопрос другой. А чем, собственно, Годского не устраивала классическая психология? Чего это он вдруг ни с того, ни с сего, а может с того или с сего, взял и начал разрабатывать неклассическую? Чем старая психология его не устраивала? И почему вдруг понадобилось неклассическое? Ну, и второй вопрос, в чем эта неклассичность неклассической психологии Выгодского? Ну, для того, чтобы разговор у нас имел какой-то предметный характер, я по просьбе Ольги Вилетальевны какую-то литературу посоветовала прочитать, по крайней мере, вот статью Эльконина о Выгодском, где как раз Эльконин свою версию неклассичности показывает, а также статью Кравцова и Елены Евгеньевны, которая свою версию неклассичности, вот я уже не стал давать вам ссылку на статью нашей любимой Дороти Робинс, которая выдвинула свою версию неклассичности, так вот, я бы не хотел, чтобы мы обсуждали сейчас Эльконина, Кравцова и даже Дороти Робинс, а вот, если у кого какие-то мысли есть, вот в чем для нас с вами, для вас неклассичность неклассической теории Выгодского и почему классическая теория не годилась, а нужна была неклассическая. Вот такие два простых вопроса и давайте начнем обсуждать, кто хотел бы начать рассуждать на эту тему. Можно начать с любого вопроса, или с первого, или со второго, все равно. Пожалуйста. А можно ли высказаться, Николай? Да. Так, Дмитрий Лубовский, пожалуйста. Спасибо. На мой взгляд, старая психология, Выгодский ее называл старой психологией, мы сейчас ее называем классической, не устраивала его, прежде всего, по одной причине. Там была психика, но не было человека. Там не было человека, не как субъекта исследователя, не как экспериментатора. Началось, наверное, все-таки именно с этой неудовлетворенности старой психологии. Абсолютно. Я просто вот двумя руками голосую и двумя руками подписываюсь под этим утверждением. На самом деле, в классических, в классических текстах не классического, а психолога Выгодского, мы можем найти просто прямые цитаты, говорящие о том, что Вы забыли человека, потеряли человека. То есть, Ваша психология, это психология процессов, Вы изучаете и память, и волю, и мышление, и воображение, чего хотите. А человек-то где у Вас? И в качестве примера провокационного, я вот люблю очень этот пример, когда говорят о знаковом опосредовании, то вопрос «А что? Что опосредует?» Все говорят, «Ну как, знак опосредует?» Выгодский бы не согласился, он бы сказал «Нет». Это не знак, опосредует деятельность. Это человек опосредует свою деятельность при помощи знака. То есть, вопрос не в том, что опосредует, а вопрос в том, кто опосредует. Когда стоит какая-то задача, которую методами, имеющимися решить, невозможные, человек придумывает и использует какие-то вспомогательные внешние средства для того, чтобы задачу решить. Если задачи нету, если проблемы нету, то никакого опосредования нет, потому что сам по себе знак ничего опосредовать не может. И Выгодский говорил, что если вы считаете, что знак чего-то опосредует, все равно что сказать, что палка управляет обезьяной, когда обезьяна сшибает этой палкой банан, что в общем не имеет никакого смысла. Спасибо, это было очень интересное начало. Пожалуйста, кто-то хочет продолжить? Не ждите лекции, не ждите, забудьте. Давайте, давайте, давайте. Ирлан. Ради Бога. И здесь очень актуально видимо рассматривать не просто человека как такового абстрактного, но и конкретного субъекта. Субъекта не просто как некого биологического и социального и социального. Абсолютно точно, да. Да, да. Я бы согласился, и опять вот, по-моему, это замечательный ход, потому что вот мой комментарий будет такой, Ирлан, если вы не против, что мы же знаем по Выгодскому и это считается неклассическим, что вот Выгодский, в отличие от Пиаже, который классический, говорил о том, что развитие происходит не от индивидуального к социальному, а наоборот, от социального к индивидуальному. Это ход, гениальный ход Выгодского, который многие, как раз, считают вот тем неклассическим. Но на самом деле, если вдуматься и внимательно вчитаться в тексты, а это то, о чем Ольга Витальевна говорила только, что вчитаться надо, то есть расшифровать, Выгодский говорит о том, что развитие это есть процесс того, как социальное становится индивидуальным. И здесь речь не идет о переходе. Было социальное, а стало индивидуальное. А слово становится, то есть имеется в виду процесс становления. А становление это сложный диалектический процесс. Нет индивидуального без социального и нет социального без индивидуального. И поэтому традиционный взгляд, что было социальное, а потом оно так постепенно каким-то образом перебралось в индивидуальное, именно именно в социальном человек становится как субъект не только деятельности, но и как субъект своей жизни. По-моему. Ну, или не становится. Это уже как повезет. Но тем не менее, я просил бы обратить внимание на эту линию Выгодского. Становление индивидуального. Становление себя как субъекта, себя как, ну, наши бы коллеги сказали там agency, identity, все эти терминологи, но на самом деле вот это важно, становление, процесс, процесс. Ну, все прекрасно знают, посмотрите, тексты Выгодского, он ведь только о процессах говорит. Процесс становления, в процессе развития. То есть, это вот процессуальная сторона, она вот, даже если сделать контент-анализ, то самое часто встречающееся слово, это слово развитие. Спасибо, это было очень классно. Так, пожалуйста, еще мнение. Веселин, пожалуйста. В микрофончик поверни, пожалуйста, друг. Ага. Я хочу брать слово, пока еще Вы не забыли вот ту фразу, которую только что произнес Дмитрий Владимирович. Он говорил, что Выгодский нам напоминал, что в классической психологии там была психика, но не было человека. А знаете, как сейчас выглядит самая модерная или модернистическая психология? По-моему, почти по всему миру, за редкими исключениями. В последние несколько месяцев я так сознательно истязал себя, превратился что ли не в мазохиста и прочитал свыше 60 авторефератов авторефератов. У меня есть очень богатая коллекция авторефератов разных диссертаций, и больших, и маленьких докторских диссертаций. И знаете, какое содержание огромнейшего количества из них? там не осталось уже ни человека, ни психики. Там остались только... Сейчас вам я заформлю скандал, конечно. Ничего, нормально. Дискуссия без скандала это нехорошая дискуссия. Там были только знаки, математические знаки, формулы, коэффициенты. Ли Кромбаху, тот, который придумал теорию Альфы Кромбаха в настоящем году исполняется столетие со дня рождения. Пусть будет славно его имя. Значит, там все борются за повышение уровня коэффициента Кромбаха. Это самая главная задача. Никаких там людей не описаны, не объяснены, никаких там человеческих переживаний. Там есть всего знаки, коэффициенты, F и так далее, и так далее. Поэтому я ко всем молодым людям сейчас обращают с таким драматическим призывом. Молодые люди, психологи, верните нашу науку, психологию и к людям, и к человеческой психике. Потому что борясь за то, что была такой авторитетней науки по неопозитивистским принципам, что была похожа на физику, на химию, на биологию и так далее, все устремились к тому накапливать огромнейшие массивы эмпирических данных и обрабатывать им их со всякими там чудесами статистических пакетов. И в конце концов все забыли про настоящего реального человека, реального ребенка. Нужно, конечно, сохранять какой-то уровень, то ли настоящий научный уровень, то ли псевдонаучный уровень и по форме, и по виду, по таблицам, по диаграммам. Но нужно прежде всего сохранить интерес к настоящим человеческим проблемам, к настоящим человеческим переживаниям, к настоящему человеческому развитию, о чем и говорил, и, по-моему, боролся и Левый Годский, и все остальные его последователи. Поверьте, их осталось очень мало. Почти что последователь Левый Годского и некоторые другие исключения, вот такие, как я там в Болгарии и так далее, остались те, кто занимаются настоящей реальной человеческой психикой, настоящими человеческими людьми. Остальные занимаются статистическими экзерсисами и это немножко, ну, немножко тревожно. Грустно. Давай так, тушируем скандал. Ну, все прекрасно, Лисерин Пафос прекрасен, все согласны. Единственное, я бы не согласился, что, да, мало, но мы же работаем, вот посмотрите, разве это мало? Интерес какой? Ну, да, пусть мало, но у нас же никогда не интересовало количество, мы же всегда больше думали о качестве, правда? Так что, нормально, да? Дима, пожалуйста. Я бы добавил пару слов к тому, чтобы вы сказали. Дискуссия, хорошо. Это продолжение того, что, даже не дискуссия, даже не интересная, продолжение того, что вы сказали. Когда-то, и не один раз, оппонентом Выгодского, заочным оппонентом, был Пиаже. Пиаже был один из первых, кто преуспел в формализации психологической реальности, и писали о нем, что он описывает операции, действует скорее не как психолог, а как логик. Выгодский противопоставлял линию Декарта и линию Спиноза, да? Вот в этом смысле, в том отношении, о котором вы сказали, пора говорить о линии Выгодского и линии Пиаже, да? Ну, давайте будем помнить, что такое линия Выгодского, поддерживать ее. Так, еще кто-то, молодежь, включайтесь. Ну, вам есть что сказать, совершенно точно. Прошу, только, только, пожалуйста, представьтесь, чтобы вас все знали. Не только... А что? А что? Что это? А что? Представьтесь, кто вы? НГППУ и аспирантуры ТОРЖДИС. Еще вас зовут Ярослав. Да, Ярослав. Здравствуйте. Я бы хотел дотарить, что, ну, что, собственно, Выгодского не упорол, аспирологи, вот. Да, Ломонский, он вслед за Облонским пытался изучать культурные развития человека, вот, но он пошел немножко дальше, его не удовлетворяло положение делать в том, как психология определяет свой предмет, как она определяет свои методы, в рамках какой реальности она изучает этот вопрос. и практически вот со своей первой статьи психологической, где он рассуждает о методике эрикликологического и психологического исхода, Ломонский вводит методологический план в анализ, и мне кажется, что одно из его важнейших достижений в этом плане, это поскольку как соединить, так скажем, сделать более близкие отношения между методологией и психологией, объединить эти две дисциплины, чтобы, ну, с целью изучать человека. И им было и разработано такое методологическое образование. Особенно, недовольство Лубецкого заключалось в том, что он так это и формулирует в методологической беспечности классической психологии, в том, что она не замечает за своими формулировками предмета психологии того дуализма, который стоит за этим, создавая разделенность между душой и телом и так далее, и даже не пытается решать эти проблемы, просто не замечает их. Спасибо. Ну вот, оп, надо нажимать. Вот это? Вот это? Вот. Ярослав-то? Ярослав, прекрасно. Спасибо вам большое. Это очень правильно, то, что вы сказали, и я бы это, конечно, тоже поддержал. Я думаю, что все здесь присутствующие поддержат, поскольку на самом деле... Ну, вот, у нас есть желающие... Потом я, пожалуйста. Спасибо. Если можно, в микрофон. Да, и представьтесь, чтобы мы знали, как к вам обращаться. Меня слышно? Да. Или еще нет? Нет, вот теперь да. Так? Ага. Садикова Валентина Алексеевна. Я из Твери, Тверского государственного университета. В данный момент я сейчас не работаю, потому что занимаюсь усовершенствованием, скажем так, своей докторской диссертации. Защита состоялась в 2012 году, но поскольку работа у меня имеет вот такие широкие очень возможности, возможности, как я сама считаю, ее никак не могут точно определить, к чему ее отнести. К филологии, к лингвистике, к психолингвистике, я уточняю, или к методике, педагогике, или к психологии, или к философии. И поскольку речь идет о другом, я не буду уточнять, почему это так, но у меня есть очень конкретные вопросы, и может быть даже маленькое замечание, чтобы наша дискуссия была именно дискуссией, а не превратилась в некое благостное прославление великого Льва Семеновича Выгодского. Да, пожалуйста. Это нормально. Нормально. Совершенно. Но я хочу обратить внимание, вот уже слово, имя Пиаже прозвучало, я хочу обратить внимание присутствующих, что Выгодский был знаком с работами ранними Пиаже, и поэтому как бы абсолютно на 100% доверять Выгодскому в оценке работ Пиаже не стоит. Никто и не доверяет. Ну вот такой вот немножечко... Нет, вам показалось. Может быть, это показалось. Нет, мы чтим, абсолютно чтим Пиаже, вопросов никаких абсолютно. Нет, я запутаюсь, извините. Ой, извините, да, я... Вот я сама собираюсь, не сбивайте. Так вот, просто, если это не так, но я думаю, что так может, поскольку в аудитории много очень молодых людей, чтобы не только у меня не психолога, а лингвиста не сложилось такое впечатление, я считаю, что на это надо заострить внимание. Да. И еще минуточку. И у меня... Я не знаю, имеют ли мои вопросы... Это вопросы, это не спор, то, что я сейчас не предложение обсудить, а вопрос к более знающим людям, чем я в этой сфере. У меня вопросы такие. Какое место занимает коммуникация в неклассической психологии Выгодского? Это первый вопрос. И второй. Я сама над ним задумалась, только вот совсем недавно, и предлагаю тоже на него, может быть, кто-то захочет на него ответить. Почему книга, кстати, и Пиаже тоже, мышление и речь, а не мышление и язык? Мне, как лингвисту, это особенно дорого и интересно. Вот почему мышление и речь, а не мышление и язык? И коммуникация какое место занимает? Отлично, прекрасно. Прекрасно. Спасибо. По-моему, очень-очень интересные вопросы, и самое главное, они правильные. Вот. Ну, я не думаю, что как-то у нас будет в форме вопросов и ответов, скорее мы это пообсуждаем, да, может быть, до чего-то договоримся. Вот. Что касается противопоставления Выгодского Пиаже, да, есть такая, была такая традиция, и она, собственно, существует, но кажется, что это очень поверхностный взгляд, и, в общем, даже и неправильный. Конечно, находим прямую критику взглядов Пиаже во работах Выгодского, это факт исторический. С другой стороны, тоже фактом является, что Пиаже никогда в жизни не отвечал никому ни на какую критику, его вот Волон всю жизнь критиковал, ну и что. Пиаже был таким человеком, который говорил на любую критику, говорил только одно, да, вы совершенно правы, и всё, и больше ничего. То есть, за все почти сто лет работы в психологии Пиаже ни разу не ответил, не ответил никому, ни на какие критические замечания, за исключением одного единственного случая, когда он в письменном виде ответил на критику его теории Выгодским. Он просто не знал, что Выгодского к тому времени уже не было в живых, и хотел отправить это письмо через Лурью в Москву. Я взял это письмо, сказал, я с радостью бы это сделал, но дело в том, что Лев Семенович Выгодский умер в 1934 году. И Пиаже ужасно расстроился и сказал, что вот это был единственный психолог, с которым я хотел бы поговорить. Я думаю, что если бы они встретились, они бы договорились. Поэтому давайте мы это как бы оставим. А вот проблема общения, роли общения в развитии, это очень интересный вопрос. И, конечно, почему мышление и речь, а не мышление и язык. Понятное дело, что язык – это средство. Ну, если исходить из культурной исторической теории, культурное средство. А речь – это высшая психическая функция. Поэтому, когда речь идет о развитии мышления и речи, то вот и название такое. Но это моя точка зрения, я могу и ошибаться, даже, скорее всего, ошибаюсь. Я вам другое расскажу. Первое издание книжки Выгодского «Мышление и речь», которое появилось в 1962 году, на английском звучало, знаете как? Знаете? «Thought and Language» «Мысль и язык». А теперь представьте себе, если название его так перевели, то как перевели содержание этой книги? Да, и ссылаются на нее, между прочим. Хотя в 1987 году в первом томе собрания сочинений Выгодского на английском языке, она была еще раз опубликована в полном виде под правильным названием «Thinking and Speech», но почему-то цитирует все время ту первую. Ну вот это мой комментарий. Ответа у меня, конечно, нет, поскольку я сегодня не с ответами, а провоцирую всех на дискуссию. Вам спасибо за активное участие. Надеюсь, что вы будете... Мы все будем продолжать. Так, ага. Давайте мы... Веселин, давай Ирлану уступим. Я просто хотел немножко вернуть вопрос от языка и речи. Здесь вот действительно коммуникация языковая, она базируется на определенных принципах, имеет определенную четкую структуру языковую, для каждого языка свою грамматику и фонетику. Вот особенность интересная для меня, кажется, в контексте развития психологии и лингвистики в целом, это рассмотреть фонетическое пространство, в котором разворачивается та или иная речевая конструкция или речевое поле на уровне высказывания. То есть вот этот аспект, мне кажется, очень недоработан на сегодняшний день и достаточно перспективный в контексте развития. Прекрасно. Так. Желающие высказаться, но никаких... А, да, Веселин, конечно. Только реплику я обещаю, что в последний раз беру слово. Не, 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 не надо, в последний раз. Не надо. Так. Значит, по поводу того, как ввел свои дискуссии, вообще как относился к своим оппонентам Пьеже. Значит, он тоже иногда отвечал резко, грубо своим оппонентам. Вот смотрите как. По-моему, это было в 1974 году в итальянском журнале психология, контемпоренея... Сирена, я правильно произнес? Примерно вот так. Значит, ему тогда было 78 лет. Американская журналистка или психолог Элизабет Хыл взяла у него интервью. И там он рассказывал очень интересные вещи, отвечал на ее вопросы. И там можно найти вот такое высказывание. Правда, мой докторант Джером Бруннер однажды сказал, что ребенку можно научить в каждом возрасте всему, что захочем, если только найти вот такой подходящий способ и вообще подход. Но я думаю, что и он сейчас больше не думает так. Да, Джером Бруннер... Он отвечал своим... Я думаю, что все знают, да? Все помнят, что Джером Бруннер – это последний представитель такого классического поколения великих психологов. К сожалению, в этом году, да? Он, да? Вот, хотя такая яркая, очень длинная, яркая жизнь. Мне вспомнилось... Веселина, извини, я личное воспоминание. Воспоминание мы с Джеромом Брунером встретились на конгрессе в Амстердаме, на конгрессе Искар. Кажется, 1900... Ну, в каком-то начале, да? Но он тогда уже был довольно преклонного возраста. Его пригласили в качестве специального гостя. Ему почитал лекцию, совершенно потрясающую и очень заряженную энергетически. 20 минут, весь зал стоя аплодировал. Представляете, вот, ведущая профессора со всего мира, Искар. Каждый сам по себе звезда, да? Но по сравнению с Брунером стоя аплодисменты. И оказалось, что за обедом мы с ним за одним столиком оказались. Вот, и у меня как раз тогда моя книжка вышла, и я ему подарил, я сказал, Джером, можно я вам свою книжку подарю? А он сказал, ну дарите. Я написал, а он сказал мне, улыбнулся и сказал, вот вы, наверное, уже не только мне подарили эту книжку, правда? Я говорю, ну да. Он говорит, вот я вам обещаю, что я ее прочту, в отличие от всех остальных, которые вы ее подарили. И хитро улыбнулся. Ну вот, извините, это было немножко личного, но все-таки такие моменты остаются в памяти, правда? Ну да, ну поскольку культурно-историческое, то немножко истории тоже можно. Так, пожалуйста, коллеги. Вот мы постепенно, да, я хотел бы все-таки на Ярослава отреагировать. Ярослав, вы совершенно правильно поставили вопрос о том, что если говорить уже всерьез о неклассичности, то нужно сразу ставить вопрос, а в чем она? И вот, если я вас правильно понял, то, во-первых, это новый предмет, что предметом является психологией, и это вот вслед того, что мы обсуждали. И метод, да, и метод, да, потому что любая наука – это предмет, это понятие и метод. Если уж претендуем на неклассичность, то надо какой-то неклассический предмет придумать, ну и метод тоже неклассический, правда же? Мне кажется, что это очень важно, и очень хорошо, что вы вспомнили ранние работы Выгодского, вот эту самую работу, которая была опубликована в 1926 году, да, методика рефлексологического и психологического исследования, а выступал он с ней в 1924, а опубликовали через два года. Вот. И там он правда поставил вопрос о том, что нужен метод, и интересно, что этот вопрос ведь не только Выгодского интересовал, но ведь объективный метод, да, вот главная и единственная проблема методологии и психологии заключается в том, что как можно исследовать субъективные явления объективным методом, и проблему эту, между прочим, поставил Эммануил Кант, кстати сказать, вот. И Выгодский, как и многие другие психологи того времени, не только в России, но и во всём мире, пытались эту проблему решить, да и не только психологи. Иван Петрович Павлов говорил о том, что мы наконец нашли объективный метод исследования высшей нервной деятельности, она же психическая деятельность, как он говорил. Но потом он, правда, передумал и сказал, что не, у шимпанзе нет психической деятельности, там только высшая нервная есть. Ну вот, так что мы к этому ещё вернёмся, и Вам спасибо за то, что внесли этот вклад, это важно очень, спасибо. Коллеги. Да, пожалуйста. Какую угодно. Он находится в контексте его способа, который он использует в контексте анализа интеллекта. То есть вот эта всем известная сериация, которую он использует, ну используется практически во многих экспериментах, где определяется способность ребёнка использовать ту или иную, ну в субъективном плане, ту или иную меру. Да, мы знаем, да. Вот эта сериация, она может быть с одной стороны показателем сформированности того или иного категории меры, а с другой стороны она может быть и показателем некоторых субъективных аспектов восприятия ребенка. То есть вот эта вот сериация использована, то есть она как бы имеет два полюса. С одной стороны это характеризует интеллект и сформированность определенных мер, а с другой стороны это некую субъективность или может быть даже рассматривать как некую форму незрелости в контексте той или иной меры. То есть характер субъективности можно точно так же по сериации определять как и сформированность той или иной меры. Да, это очень классно, я замечаю, мне очень нравится, спасибо огромное. Я вот много, я не про сериацию думал, я думал, знаете, вот смотрите как интересно получается, с одной стороны Выгодский же четко совершенно говорит о том, что траектория развития индивидуальна у каждого ребенка. Ну знаменитый пример с переживанием у трех детей с пьющей мамой, да, как они по-разному в этой ситуации. Да, там и много-много таких примеров. То есть с одной стороны траектория развития индивидуальна и следовательно она не всегда обязана укладываться в те возрастные нормы усредненные, которые были определены на белом населении среднего класса европейских семей. Да, они не везде срабатывают. А с другой стороны, развитие подчиняется общим закономерностям. И возникает парадокс, а как же так, если развитие подчиняется общими закономерностями, то о какой индивидуальности может идти речь? А с другой стороны, если мы говорим об индивидуальности, то как мы можем найти общие законы? Вот да, согласитесь? И вот эта идея о том, что да, каждый человек развивается по индивидуальной траектории, но законы развития одинаковы для всех, это как два листочка на дереве, они друг на друга не похожи, то есть похожи, но они все равно не одинаковые. Но каждый из этих листочков развивается по одному и тому же закону. И ваш пример с сериацией, он очень конкретный вроде бы, но на самом деле он нам четко указывает вот на это, да, а это как субъективно... То есть просто та же самая сериация используется у Юшера, например? Да. То есть там много показателей характеристикой личности. Да, да, да. Верятые методики, которые используются диагнозы в сфере, они лежат в та же самая сериация. Да, то есть выявляя общие закономерности, можно тем самым не забывать о том, что они как бы, вот как сегодня Василий сказал, осадок там остается в глубинных, да? Помнишь, да, Василий, сегодня? Что вот там... Вы как раз сегодня это обсуждали в РГГУ, спасибо. Давайте дадим слово еще кому-то. Люди, пожалуйста, скажите что-нибудь. Вот вы не верили, что лекции не будет, но вот вроде нет, да? И уже поздно начинать. А сейчас, когда уже поверили, не могут настроиться, так перестроиться. Ну хорошо, давайте я провокацию тоже сделаю. А, пожалуйста. Слава Богу, обошлось без провокации. Представьтесь только, скажите, кто вы. Самодержанков Андрей. Андрей. Курс, иммунитарный институт. Подходите ближе к микрофону, у нас просто люди съемку ведут, и им важно. Ну просто так получилось, что мы приехали немножко пораньше, и я сидел у двери, смотрел на листочек с объявлением темы, и так думал. Я говорю о неклассичестве Выгодского. Вот я, как молодой человек, то есть мне 20 лет, 3 года назад я пришел, скажем, в этот мир, для меня, я первый раз услышал, что Выгодский неклассичен. Такой классик, да? То есть для меня всегда Выгодский это что-то незыблемое, что-то очень классичное, и я пришел к такому выводу, что классики, они меняются с течением времени, то есть для меня и Выгодский, и остальные психологи, они классики. Через 20 лет вы будете классиками. Нет, нет, боже упаси. Через 40, возможно, кто-то из сидячих здесь. Вот, это точно, скорее всего. Вот, и я так пришел к выводу, что это просто два великих ученых, о ком мы сегодня говорили. Просто занимавшихся примерно одним и тем же делом, просто имеющих разные взгляды. Да, это правильно, но ведь неклассический Выгодский стал классиком, но тем не менее психология его называет неклассическая, потому что она противопоставила себя классической психологии, которая, как нам Веселин только что доказал, существует, несмотря на то, что и Выгодский, они как бы вот, у них все хорошо, правда? Нет, я просто как-то выразил мысль смены поколений. Очень хорошо, мы все поняли, спасибо. Это очень интересно, да, как вот неклассический классик или классический неоклассик. Спасибо. Вы, пожалуйста, не пропадайте, потому что нам такая молодежь нужна. О, Альбина, прошу. Да, меня зовут Альбина, я аспирант в Куте в психологии МГУ, второй год. Я со своим тогда неудоумением разговаривать начали. Да, пожалуйста. Ну не с чужим же, Альбин, но со своим. Ну конечно. Понятно, что не классический в том плане, что не пропуск классический, то есть явно что-то отличное от классического. Но есть еще же пост неклассический. Есть. Вот теперь мне гораздо более интереснее, почему он не классический, а не пост неклассический, и в чем вот эта вот разница, потому что, ну что такое классический, мы все более-менее, наверное, понимаем, а вот эту вот разницу между неклассическим и пост неклассическим, сколько я разных преподавателей замечательно слушала, они все ее понимают по-разному. Да, и почему мы не можем говорить о выгодском как о пост неклассике уже, исходя из его представлений, например, о том, что вот в этом взаимоотношении между субъектом и социальной реальностью, вот именно в отношении что-то строится, да, то есть это вот некоторые различия, которые уже как системные, а все, кто говорит о системе, они уже скорее себя к пост-не-классике обычно относят, да, но я сейчас уже могу путаться в каких-то мелочах, да, но вот мне больше интересует вопрос, почему в Уготске это не классика, а не пост-не-классика. Хорошенький вопрос, да. Как это, вы хотите поменять свой шикарный вопрос на какой-нибудь дурацкий ответ? На меня не смотрите, вот. Очень интересно, да, ну, как-то так резонирует, что пост-не-классика, значит, то, что после-не-классики идет, правильно, пост-не-классика, значит, должен быть какой-то еще не-классик до Уготского, а такого не было, значит, Уготский просто не-классик. А, ну, то есть просто хронологически. Да, 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 чисто-чисто хронология. В общем, когда больше аргументов нет, тогда просто на хронологию ссылаешься и все, вопрос закрыт. А вообще вопрос шикарный просто, Альбина, вот, супер. Ну, чувствуется, в общем, да, в общем-то. Вероника Валерьевна Нуркова, научный руководитель, о чем тут говорить? Аня, что-нибудь? Нет? Окей. Видите, я уже как учитель вытаскиваю, а что вы думаете? Так начинаю. У меня точно такие же студенты в Австралии. Вот, начиная семестр, молчаливые все, вот, слушают, особенно иностранные студенты. У нас же международный университет, там очень много иностранных студентов. У них в некоторых странах такие культуры, что учителя нужно слушать. И не дай бог что-нибудь спросить. Это просто неуважение. Вот, а уж спорить даже в голову не придет. И вот приходится вот к концу семестра только удается раскачать, а они начинают что-то спрашивать, думать. Выключается в них классичность? Ну, в общем, да. Но это больше про педагогику, конечно. Ну вот, уважаемые коллеги, а что-то я не слышу никого из Армении сегодня. Армения не может отмолчаться. Давайте. Вы только что прослушали шикарных двух преподавателей в своем курсе, Бориса Даниловича Аликонина и Владимира Тойча Кудрявцева. Они вас, я думаю, научили чему-то. Баба, конечно. Даже нужно. На него не отвечайте сразу. Я не буду, а Витя я не отвечаю вообще, не на них. На мои вопросы вы пытались сразу ответить. Я думаю, поэтому провокация не получилась. Вот рождается человек в этот мир. Вот пришел он. Заговорит он не сразу, не прямо вот. Родился и заговорил, да? А вопрос такой. Вот с чего начинается изучение? То есть что... Не так, неправильно. Что осваивает ребенок раньше? Язык или речь? Что ребенок осваивает раньше? Речь, конечно. Конечно. Ну и и речь. Да. Потому что... Потому что... Речь может проявляться и в других одеждах. Значит, ребенок может говорить так, как когда-то по-выгодскому Элиасберг говорил, искусственными словами, какими-то там обобщениями, ну даже знаками. Это речь, это сообщение. Он кому-то что-то говорит. Я могу даже рассказать свои наблюдения над речевым развитием своего сына, но это неинтересно. А язык, как социальный инструментариум, создан в культурно-историческом процессе, он усваивает позже, по-видимому. Ну, некоторые дети можете очень рано усвоить стандартный такой официальный язык, но все-таки раньше проявляются какие-то речевые феномены, которые могут и не оказываться языковыми. А псевдоязыковыми, я не помню, там, кажется, были такие слова там, псевдо-слова или что-то подобное. Нет, там были псевдо-понятия. Где вы годски цитируете Элиасберг, я помню, потому что специально этим занимаюсь. Вот в моем представлении то, что вы сейчас назвали речью, это общение. Он осваивает общение, безусловно, раньше и речи, и языка. И общение, язык, хотя и... Я думаю, это общение. Хотя и... Вот улыбнулся маме в месяц общения. Ну, да, общение, и значит, речь, но только невербальная. Речь и общение, это одно и то же? Нет, конечно. Почему? Да. Вот, вот, вот. Хотя они связаны. Давайте, пожалуйста, включайтесь микрофон только поближе и представьтесь. Это очень интересно. Добрый вечер. Добрый вечер. Кочетова Юлия Андреевна, преподаватель МГППУ, возрастная кафедра. Ну, я на самом деле просто, наверное, хотел добавить вот к Веселину, да, то, что он сказал. То, что общение и речь. Ну, например, да, указательный жест, это же тоже предвестник слова. Потом автономная детская речь. Поэтому, наверное, я бы, наверное, тоже скорее сошла на том, что всё-таки речь, как высшая психическая... А язык – это нечто, определенный лексикон, да, словарный запас, да, уже не псевдо-слова. Значит, с языком связывается только норма социальная, да? Так я поняла вас? Ну, нет, похоже, потому что ребёнок же может придумать свой язык. Да, вот при языке. Да, и они придумывают, мы знаем, да. Близнецы общаются на своём языке, это всё описано. Вот, но это ведь язык, правда, да. То есть нужно просто разделять язык как средство и речь как психический процесс, как психическую функцию. И тогда вот в этом направлении просто можно уже подумать. Ольга Витальевна, прошу. А мне кажется, вот здесь интересно было бы вспомнить Сосюра, да, вот с лингвистической точки зрения, который говорил, что язык – это система произвольных знаков, да. А мы как раз начали разговор с того, что знак сам по себе без человека, да, он не актуален. Поэтому если мы говорим о ребёнке, то, конечно, в первую очередь речь, да, как процесс, в котором знаки начинают использоваться, да, в котором знаки как раз-таки начинают взаимодействовать, опосредовать начинают. Так, если брать именно, да, как вот нечто такое, можно разделить, да, как процесс и статическое явление, да, то есть язык как нечто вот такое застывшее и речь как именно вот процесс. Это очень интересный вариант. А я вот вас слушал и как бы вот могу себя привести в пример, да. Вот поскольку я владею, ну, более-менее неплохо двумя языками, то я одну и ту же речь могу сказать по крайней мере на двух языках. И в этом случае для меня вообще очень понятно, в чём разница между речью и языком. То есть я могу сказать какую-то речь или пообщаться с кем-то по-английски и по-русски. То есть я понимаю, что общение – это то, что я делаю, я общаюсь, да, но при этом я могу использовать разные языки, потому что моя цель… Или вообще не используете язык. Или вообще не… Моя цель – чтобы меня поняли. Да, вот я… Здесь я использую русский, а приеду в Австралию, в Мельбурне, там буду использовать английский. То есть буду говорить то же самое, только на другом языке. Для меня язык – это средство, которое я использую для того, чтобы общаться, потому что важно мне кого-то понять и чтобы меня кто-то понял. Поэтому вот в этом плане совершенно чётко, да, речь – это одно. То, что я говорю, да, какие-то свои мысли. А язык – это тот, какой инструмент я использую для того, чтобы это общение состоялось. Ну что, известно, что одно и то же можно выразить разными способами. Да, да, да. Это, конечно, безусловно. Да. Но ведь существует и обратный феномен, в общем-то, очень интересный. Можно одну и ту же реплику, например, несколько слов или даже одно слово использовать в разных ситуациях, и они будут иметь абсолютно разный смысл. И это явление к чему отнести? Что это такое? Ну, чтобы не быть голословным, например, очень простенький. Я его часто привожу. И у меня в своих работах он есть. Я иду в школу, говорит ребёнок. Я иду в школу. Вот я просто произнесла предложение. Нет ни ситуации общения, ни мотивации, ни интенции какой-то. Ничего нет. Просто предложение. Язык или речь. То, что я сейчас произнесла. К чему это отнесём? Построено по нормам. Значит, к языку можно отнести, а к речи ещё нет. А вот теперь ситуация. Высказывание. Высказывание. Хорошо. Нет, оно ещё не высказывание. Потому что высказывание должно иметь коммуникативный смысл. Ну да. Хорошо. А теперь две ситуации разные. Ситуация первая. Сестричка просит братишку, сбегай в магазин за хлебом. Говорит, я иду в школу. Он что сказал? Не пойду в магазин. Не пойду в магазин. Потому что я иду в школу. Вот что он сказал. Я иду в школу. А теперь другое. Приходит в какую-то семью человек, знакомый, но который давно тут не было. Он не видел ребёнка, которому уже семь лет. Приходит и говорит, о, у вас малыш. А дети не любят, когда их так называют. Он говорит, я иду в школу. Это же другое. То есть я уже большой. Да. Я большой. Значит, сказано разное. Это совершенно верно. Это ситуация. Вы совершенно справедливо вводите понятие ситуации, контексте. Невозможно рассматривать ни общение, ни речь, ни язык вне хотя бы минимального контекста. И это, между прочим, абсолютное требование в культурно-исследовательской психологии. Что когда вы анализируете ребёнка, смотрите ребёнка, то вы должны смотреть не просто на ребёнка, как какого-то Робинзона, который у вас IQ решает, складывает, или социальный интеллект проявляет. Вы посмотрите на его в его ежедневных ситуациях, в контексте. То есть единица анализа – это ребёнок в его социальном контексте. Это как минимум. И если вы хотите увидеть особенности развития его, интеллектуального, эмоционального, речевого, какого угодно, то вне контекста это просто совершенно невозможно делать. Вы всех заговорили, и никому не дали ничего сказать, а потом обижаетесь. Можно тоже добавить к сказанному. Мне кажется, что в этой ситуации всё очень переплетено. И язык, естественно, и речь. И мне вспоминается, опять же-таки, вот работа Льва Семёновича Выгодского, тогда, когда он рассматривает генезис возникновения автономной речи. Он говорит о том, что речь возникает у максимально социального существа, у ребёнка, который, с одной стороны, максимально зависим от взрослого, а с другой стороны, всё-таки он называет его максимально социальным, хотя мы, как бы, контекст социальности воспринимаем, как некоторое взаимодействие с социумом. И он говорит о том, что речь появляется тогда, когда возникает вот этот конфликт, когда максимально социальное существо не может коммуницировать со взрослым человеком. И тогда появляется вот эта вот необходимость говорить. Можно ещё один примерчик? Я никому не мешаю, нет? Просто возникла в связи с вашей репликой, с вашим выступлением. Примерчик такой, и просто я предлагаю его на обсуждение. Я еду в электричке с ребёнком, ребёнку года 4. Ребёнок, ребёнок никак не может до мамы достучаться, мама говорит по телефону. А мы проезжаем Московское море, и ребёнок, а волны на море? Но у него недостаточно опыта, он ещё волны не знает, море знает, а волны нет. Он говорит, мама, почему море шатается? Почему море шатается? Мышление. Ребёнок, вот смотрите, про движение он уже знает, и он понимает, что это движется. Но опыта речевого или языкового у него недостаточно для того, чтобы выразить правильно. Он говорит, да? Почему море шатается? Вот так и не достучался до мамы, мама говорила по телефону. А потом говорит, он продолжает, 4-летний философ, размышлять над проблемой движения. Вот послушайте, что он дальше сказал. Мы едем, деревья стоят. И опять вспоминает, а море шатается. Сам с собой говорит. Иллюстрация тому, что и сказали. Мне кажется, спасибо тоже. Мне кажется, уместно вспомнить о том, что Лев Семёнович Выгодский, он же в последнее время уделял огромное значение медицине с Александром Романовичем Лурием. И они также исследовали детей, которые были с особенностями развития, в частности с агнозиями, с апроксиями, с афазиями. И говоря, опять же таки, о речи. Буквально, и в частности он говорил о детях, которые не говорят о алаликах или это взрослый человек, афазик. Вот то, что Вы говорите, мышление и речь. Недавно у меня был тоже такой случай, когда ребёнок с, ну можно сказать, с моторной алалией, то есть тогда, когда у него есть понимание речи, но нет способности говорить. Он увидел лестницу, он водил меня по помещению, и увидев лестницу, он тыкнул пальцем и сказал, ну этому ребёнку 4,5, он уже как бы должен говорить. Он показал на лестницу, я спросила, что это? И он сделал вот так. То есть это вот море качается, море качается, движение. Такая связь очень точная. Так, давайте я прошу уже, знаете так, тех, кто уже выступал, может быть, чуть-чуть себя придержать, но включить произвольность чуть-чуть, да? Вот, и дать возможность тем, кто ещё не... Ага, вот, пожалуйста. У нас есть желающие. Представьтесь только. Микрофон, это для съёмки. Меня зовут Брушлинский Иван, студент третьего курса МГБПУ. Брушлинский Иван. Вы имеете какую-то? Имею. Я хотел немного разбавить нашу такую сложную дискуссию, вернуться немного к теме нашей изначальной, о неклассичности, неклассической психологии, Ильва Семёновича. И мне захотелось, ну, пришла в голову мысль, что я понимаю неклассичность психологии Выгодского не только с точки зрения классификации, если не изменяет память Юдина, то есть классическая, не классическая, постнеклассическая. Ну, там всяких много. Да, 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 их несколько было, да. Но и с точки зрения его неклассичности, на мой взгляд, как человека. То есть, на мой взгляд, Лев Семёнович был очень неклассичен, особенно для учёного, хотя это, ну, больше шутка, с точки зрения его отношения к реальности. А именно в том, что он как-то подозрительно, на мой взгляд, с ним тесно соотносился. То есть, он не видится человеком с очень реалистичным подходом к науке, потому что он исследовал не какие-то числа, вот о которых нам рассказывали, да, непонятные, не выискивал какие-то бесконечные, бесчисленные множества корреляций между разными показателями и как-то из этого, да, выводить какие-то вещи. Он буквально, на мой взгляд, ворвался в психологию и говорил о каких-то действительно актуальных её проблемах. Причём не забывал о проблемах, так скажем, которые существуют в повседневной реальности людей. Вот не учёных-психологов, а именно людей. Я бы хотел подчеркнуть, да, такие, например, области, в которых он блистал, как и внёс, на мой взгляд, ценный вклад, как педагогическая психология, в которой он подчёркивал важность обучения, работы в зоне ближайшего развития, там, не где-то ещё. У неё можно встретить критику системы экзаменов, как разрушающей вообще какую-то эффективность образования. В работе 35-х годов. Да, да, да. Отметить, соответственно, вот что лично меня поразило, просто, когда я об этом так задумался, о том, какой он вклад огромный внёс в область дефектологии, по сути, дав определённому проценту людей возможность, которые до этого не были вообще практически никаким образом включены в социальный контекст, эту возможность включиться в него. То есть в будущем это работа со слепоглухонемыми детьми. Ильенко, если меня не изменяет память. Да. То есть людям, которым ранее помощь не могла оказываться до, собственно, эксперимента. А также методология психологии, с которой существуют, на мой взгляд, до сих пор определённые трудности. Но вот Выгодский хотя бы начал разговор об этом. То есть он поднял этот вопрос. Правда, за дальностью лет он как-то, на мой взгляд, сейчас сошёл на нет. И о нём практически не говорится. Всё больше о каких-то цифрах, корреляциях и так далее. Но в общем и целом, мне кажется, для меня Выгодский не классичен вот именно этим. Он не классичен для меня своей невероятной продуктивностью как учёный. Потому что, на мой взгляд, мало людей сделали столько полезного для всех нас. Абсолютно. Спасибо большое. За благодарностью. По-моему, прекрасно. Ну, можно добавить ещё вклад Выгодского в психологию и искусство. Да? Литературоведение, в частности, Шекспироведение. Театральная критика. Осмысление психологических проблем в философском контексте. Спиноза, учение о страстях в последние годы. Диалектический метод в психологии. То есть марксизм. Серебряный век русской культуры. Откуда, собственно, он был родом. Представитель. То есть здесь мы имеем пример неклассической личности. И, между прочим, парадоксально, неклассическая личность мне очень нравится. Спасибо вам. Но мне кажется, что он всё-таки получил классическое гимназическое образование. Именно русское классическое образование. Филологическое, гуманитарное. Что позволило ему вот эту гуманитарную составляющую в психологии держать всё время. Та попытка понять человека не только как некое культурное существо, но как человека, жизнь которого полна драматических событий и переживаний. А это, собственно говоря, делает человека человеком. Способность пережить драму по-человечески. Замечательно. Личность мы, конечно, не должны забывать. Это очень ценное замечание. Нет, нет, все высказывания сегодня просто потрясающие. Я никого не хочу выделять. Но просто иногда больше сильнее резонирует у меня. Так, пожалуйста. Первая такая реплика по поводу личности Выготского. Мне очень запомнилась такая история, которая, как мне кажется, отражает, что Выготский действительно в таком смысле не был именно сугубо человеком такого учёного мира. Про каким-то таким вот оторванным действительно от реальности. Это история, связанная с его поездкой в Лондон, где он был на конгрессе. В 1925-м году. В 1925-й год. И вот в его дневнике он сделал такую надпись в день, когда он там присутствовал, что там была страшная тоска, и похоже, что я был единственным человеком, который хоть что-то понимал во всей аудитории. Это вот, мне кажется, действительно говорит о нём как о человеке, который как-то вот не старался себя, что называется, зарекомендовать в учёном мире, да, вот он шёл каким-то действительно своим путём. И второй момент, который вот тоже, вот Иван сейчас сказал, за давностью лет потерялось. Вот про метод, да, вы говорили, и вообще вот. А мне кажется, что это не за давностью лет потерялось, а мне кажется, что это теряется и продолжает теряться, особенно на Западе. Потому что в определённой степени Выгодский был не понят. Или, скажем так, вот сейчас ведь очень много на Западе, особенно выходит, ну в англоязычной литературе научной, выходит работ, где Выгодского вот буквально через там каждые пять предложений ссылаются на Выгодского, вот его цитируют. И причём его имя стоит, значит, то с Пиаже, то рядом с Ингистрёмом, то рядом с какими-то людьми, которые вот, ну просто вот абсолютно в определённом смысле, да, ортогональны тому, что писал Выгодский. И там вот идёт какое-то такое вот эклектическое, вообще вот эта склонность к эклектике, но вот она почему-то на Выгодском очень ярко проявляется. И мне кажется, это как раз происходит потому, что вот его неклассичность, гораздо легче эту неклассичность так вот как-то попытаться замазать, скрасить, попытаться его как-то встроить вот в общий ряд, чем действительно на этой неклассичности, на которой он сам постоянно настаивал. Вместо того, чтобы что-то построить, лучше его встроить, в мейнстрим встроить, потому что он выбивается. И я абсолютно, извините, Оля, я вмешался, да, на самом деле это проблема, да, это проблема особенно в западной литературе, когда вместо того, чтобы понять глубину, всю глубину и всё именно потенциал, весь потенциал этой теории глубокой, тем более сейчас, в 21 веке, когда проблемы культуры, да, вот, с одной стороны в связи с глобализацией, а с другой стороны в связи с национализацией, да, становятся опять очень актуальными и чуть ли даже не сочетаются уже в сознании с войной возможной, там, войной культуры, войной религии и прочее, прочее. Это делает, ну, актуальным эту проблему, да, вот, идут постоянные попытки, неосознанные, конечно же, да, но тем не менее весьма заметные попытки его встроить вот в эту мейнстримовскую психологию, каким-то образом адаптировать, то есть взять из Выгодского то, что можно встроить в эту самую, где цифры, и, ну, не обращать внимания на то, что не встраивается туда, где цифры, и вот это заметно по литературе, я здесь абсолютно согласен, поскольку в основном с этой литературой работаю сейчас, да, поэтому могу, как бы, с экспертной точностью сказать, что это действительно факт, да, и мне кажется, что наша задача как раз нашим западным коллегам, которые хотят знать настоящего Выгодского, давать возможность узнавать его, вот они не случайно же сюда приезжают, так, но они знают, где, где на самом деле, ну, в общем, все это происходит, я с удовольствием вижу, что сюда и Анна Лиза Санино приезжает, и Малком Рид приезжает, и много-много кто еще, и Харри Дэниелс, да, который везде гуру, но когда он приезжает сюда, с него этот гуризм слетает махом, да, сразу он понимает, что ему еще нужно учиться, так, что, мне кажется, что в этом аспекте, вот, Москва, Россия, и этот наш университет, и также и другие университеты, где выгодские антисты работают, высшая школа экономики, РГГУ и психфак МГУ, все-таки они роль, вот эту роль удержания, удержания контекста, удержания Выгодского в том виде, в котором должен быть, выполняют, и выполняют очень хорошо, И это голос России, это, 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 это как бы вот, не то чтобы наш бренд, да, это то, чем мы можем гордиться, это совсем ничуть не хуже, чем то, чем гордятся какие-нибудь ребята, которые просто, ну там, скажем, Маслоу или Роджерс, у нас это тоже все нормально, это как бы резонанс, Оля, ну, не мог, не, тут меня все время, а, ну, кто-то делает замечания уже нет, Ну вот, давайте, пожалуйста, да, теперь, пожалуйста, конечно, 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 да. В контексте того, что Вы подчеркнули, да, вот роль Выгодского и вообще концепции Выгодского, в контексте культурно-исторического подхода, в контексте глобализма, мне бы хотелось еще вот очень важную деталь подчеркнуть. Да, конечно, да. Которая непосредственно оказывает влияние на процесс развития ребенка, то есть это интернет-пространство. То есть мы все время закрываем глаза принципиально, как будто бы этого нет. А на самом деле уже с самых ранних этапов развития ребенок начинает вот-вот-вот, и как это влияет на процесс его психического становления и развития, куда отходят социально-ролевые игры, как вообще процесс развития психического видоизменяется в этом плане? Абсолютно точно. Это тема, это серьезная тема для серьезного обсуждения, и это требует серьезного большого разговора. С одной стороны, конечно, это вроде бы просто средство, да, с другой стороны, ничего подобного, поскольку, смотрите, что получается. Раньше вот дети играли в одни игры, и совершенно справедливо кое-кто назвал игровую деятельность ведущей в кое-каком возрасте, да. Вот. А понятно, что те игры, возможно, были ведущей деятельностью у кое-какого в том возрасте, а теперешние игры, когда все игровые действия сводятся вот к этому, это все еще остается ведущей деятельностью или нет? Проблема рекламентации инициативы в контексте вечеринговых организаций. Да, да, да. Вот, и это вопрос. И, конечно, нет, я не думаю, что мы закрываем глаза. В прошлом году прекрасный у нас был семинар, да, вот современное детство, и мы обсуждали эту тему, и исследования ведутся, и у нас в стране... Вот, я уж так пользуюсь случаем, скажу, что вот наш чайпитий сегодняшний, оно приурочено к Конгрессу, вот, который сейчас проходит в Москве, в памяти как раз вот, да, 120-летия Выгодского. И будет 16 ноября, то есть послезавтра, на площадке Высшей школы экономики секция, посвященная информационным технологиям, вот, вообще, да, в контексте развития, обучения. И я там рискнула заявить доклад на тему цифровой технологии как новое средство опосредования. То есть вот как раз-таки попробовать посмотреть на них именно вот в контексте идеи Выгодского об опосредовании. Не знаю, что получится из этого, да? Получится, я думаю. Вообще, это очень интересный разговор, вот, надо бы как-то записать его, ну, я имею в виду, что на будущее, чтобы вот, можно что-то придумать, пообсуждать. Потому что это действительно важнейшая вещь, и спасибо, что Вы... У нас уже сейчас достаточно большой опыт в педагогическом плане, в контексте рассмотрения особенностей, в контексте технических игровых форм. Да, да. Ну, здесь работы-то, да, я согласен, здесь работы немерено, и это важное очень дело. Спасибо огромное. Вот я вслед Ольге Витальевне скажу, что вот, и вслед вам тоже. Смотрите, интересно получается. Вот если вспомним Выгодского, опять же, да, он чётко разделял, да, орудие и знак. То есть использование орудий и использование знака, это в истории развития высших психических функций. И говорил, что смешивать не надо, не надо их объединять в одно понятие артефакта, потому что тогда предаётся психологическое содержание тому, в чём никакого психологического содержания нету. Я примерно правильно цитирую, да, Дим, там есть такой пассаж. А что получается? А потом появляются такие вот всякие цифровые технологии, которые, программы обучающие, да, компьютерные, всякие разные. И выясняется, что это такая штука, которая одновременно и орудие, и одновременно знак. И, между прочим, первые, кто на это обратил внимание, вот Ольга Витальевна, замечательные статьи они публиковали с Натальей Улановой. Да, вот, и поставили просто этот вопрос, что, а вот эти вот новые цифровые технологии, они на самом деле позволяют нам сделать следующий шаг, да, и осмыслить диалектику орудия и знака. Не строгое разделение, как это было у Выгодского, потому что на самом деле, да. Мне очень нравится этот подход, это действительно нечто новое. Мне кажется, здесь несколько шире вопросов. Шире-шире, конечно, конечно, да. Мне кажется, очень важно учитывать, что возникает развитие эмоционально-эстетической сферы. Ага. То есть, помимо опосредования через знак, существует, возникает в процессе реальной игры со следственниками, возникает эстетическое отношение, реализация своей способности в тех или иных условиях. То есть, в игровой ситуации игры это бывает всегда, часто регламентировано очень жесткими правилами. Поэтому вот этот вот аспект эмоционального развития, он очень серьезно хромает. И я боюсь, что одним из проявлений такого вот ограничения эмоционального развития является повышенный уровень аутизма не только у детей, но и у взрослых. То есть, это вот некая обособленность в своем виртуальном мире, на уровне своего внутреннего диалога и так далее, без способности выйти на реальные отношения с людьми. Абсолютно, да. Это тоже проблема. Да, да, пожалуйста. Да, все правильно, вот куда-нибудь. Надо нажать, наверное. Просто уже много прозвучало как бы тезисов в отрицательную сторону интернет-технологий в развитии детей. Но вот у меня такая мысль. А не станет ли ребенок дезадаптивен, если его это лишать в нашем поколении? Нет, нет, мы вовсе не отрицательно относимся. Мы понимаем, что это неизбежно. Как бы мы ни относились, мы должны просто понять, классические традиционные подходы к игре, они остаются актуальными или нет в связи с появлением новых технологий? Вот и все, собственно, с этой критикой. Я просто о чем говорю, я говорю сейчас о людях, которые я просто знаю. А, понятно. То есть это не про нас, да? Нет, это вообще про людей, потому что многие говорят, вот у нас такого не было и детей лишают. Ах, да, все плохо. И получается, что дети, придя в детский сад и в первый раз с этим столкнувшись, становятся дезадаптивными. То есть вопрос вообще о балансе. Нужно это, не нужно, в какой мере и нужны какие-то подходы. Ну вот смотрите, я точно помню доклады на той секции про влияние информационной технологии на психическое развитие. И вы помните, Ольга Витальевна, что были представлены результаты исследований, экспериментальных исследований о том, как же влияют эти информационные технологии на развитие. И оказалось, что никаких негативных влияний информационных технологий на психическое развитие ребенка не обнаружено. Так что все нормально. Вот, мне кажется, что... Так что все хорошо, я пошла. Смотря на какие стороны развития. Давай, давай. Мне кажется, что мы на самом деле здесь просто затронули такую тему, очень животрепещущую насчет этих технологий. Но я бы вот хотела все-таки чуть-чуть вернуться к Выгодскому и к неклассичности. Вот для меня неклассичность Выгодского, это в первую очередь в том, как он определяет предмет и метод. Ярослав, я Вас поэтому полностью поддерживаю. Как он определяет предмет? Он говорит, что предметом психологии, предметом культурно-исторической психологии является сознание или более конкретно высшие психические функции. А метод... Процесс развития. Ну да, процесс развития высших психических функций. Согласна, согласна. Согласна, согласна. А метод, да, это экспериментальный генетический метод, хотел вот здесь как раз сказать, который позволяет отследить процесс развития этих высших психических функций. То есть не в статике, да, а в процессе. И вот в этом неклассичность, потому что этот подход позволяет нам на разные явления, на разные феномены, в том числе на новые феномены, которых не было во времена Выгодского, но которые есть сегодня, вот подходить к ним, да, вот с точки зрения вот этого предмета, этого метода. Я просто вот как раз занималась попыткой проанализировать, вот какие же существуют сегодня подходы к исследованию информационных технологий. И вот Вы очень точно заметили, что вот многие говорят, вот это плохо, там надо это изымать и так далее. А где данные? Вот как мы можем это показать? Это плохо. Где такие данные? Но самое интересное, как мы на это посмотрим? Где вот тот предмет, тот инструмент, который нам позволит это померить? И вот если прианализировать те исследования, которые есть, первый такой большой пласт, это социологические исследования. То есть с каждым годом растет количество часов, которые там ребенок проводит в виртуальном пространстве. Да, растет, да, действительно. И что? Это не доказывает, что это плохо, да? А второй пласт исследований, это исследования, которые фиксируют внешне наблюдаемые изменения во взаимодействии. Ну вот такой пример, да, вот классная комната, да, вот допустим мы с Вами. Вот мы с Вами там 10-20 лет назад, да, без вот этих всех гаджетов. И мы сегодня, да, при наличии вот там не доски для мела, а там интерактивные доски, там вот этого всего. Как изменилось наше с Вами взаимодействие? То есть как мы обращаемся друг к другу, как мы там в пространстве расположены и так далее. Это очень интересно, но все равно это внешне наблюдаемые изменения. А вот если мы хотим как бы глубже копнуть, что происходит в психике у ребенка, когда он общается, да, там со своим другом через вот это, и есть ли какие-то изменения? Конечно, скорее всего они есть, потому что то средство, которое посредует, оно не может не вызывать изменения, да, оно всегда разное, да, как носитель. Но как мы это можем померить? Как мы можем посмотреть, что происходит? Вот фактически о чем мы говорим, да, что сейчас происходит? Что меняется во внимании, в памяти, в воле, в мышлении, в речи, да, которые опосредованы вот этими вот технологиями? И тут мы вспоминаем о неклассичности Выгодского. Он дал нам метод, он дал нам инструмент, с которым мы можем прийти и сказать, вот сейчас мы это посмотрим. Да, и он прямо говорил, что знак, когда интервьюируется, он перестраивает всю сануцировую центр, вот у которого, и даже параметры определю, время, интенсивность, ну и так далее, там по списку, знаете, так что как бы вот ответ есть. Главное, как это работает? И вот, кстати, вот это исследование, которое как раз мы проводили тоже с иностранными коллегами, там были профессора из Германии, из Великобритании, из Индии, и мы заявили свою тему, что мы хотели бы посмотреть, как технологии влияют, например, на развитие рефлексии. Они нам сказали, а это нельзя посмотреть, потому что нет метода такого. У них нет. А мы говорим, вот, вот, у нас есть. Можно еще добавить. Я бы хотела еще добавить Антонова Стелла, преподавателя РГГУ, как раз-таки Институт психологии Маневы Годского. Я бы хотела тоже вспомнить работу Льва Семеновича Годского, это проблема определения психологического возраста, вот как раз к этой теме. Потому что, несмотря на то, что есть эти технологии новейшие, которые как-то действительно вот воздействуют или не воздействуют на развитие высших психических функций ребенка и на саму личность ребенка. Но, тем не менее, когда мы начинаем определять его психологический возраст, и это тоже, скажем, такой феномен, который Лев Семенович Выгодский выделил, и за который мы, в общем-то, держимся, и который мы ставим во главу угла, когда рассматриваем особенности развития ребенка на каждом возрастном этапе. И вот те новообразования, которые являются результатом кризиса после каждого очередного периода, они остаются теми же. Но, как бы, я это тоже заявляю как практик, который, и как теоретика, как практик, который работает с детьми. И, несмотря на то, что сейчас очень много говорят о детях Индиго, об эмоциональной уплощенности, я этого, скажем так, за 25 лет работы с детьми, в том числе, не наблюдаю. То есть, новообразования те же, как были? Новообразования те же. Слава Богу. И если, скажем так, ребенок в 7 лет, у него обобщение переживаний должно случиться и утеря детской непосредственности, это так и происходит. То есть, наступает какой-то определенный момент, когда он приходит и говорит «Вы». До этого он говорил «Ты, пойдем» и так далее, но в какой-то определенный момент он подходит и говорит «Здорово, супер». Это очень хорошая новость, правда, что, несмотря на все эти гаджеты, все-таки процесс психического развития идет так, как ему и положено идти, и именно так, как и Выгодский думал, что он должен идти, поскольку вот идея о психологическом возрасте, это одна из любимых наших работ, конечно, мы все знаем ее, и блистательный анализ возраста с точки зрения использования всего-навсего трех понятий, да? Помните, да? Кризис, новообразование и социальная ситуация развития, все. Три понятия, которые показывают и структурное изменение, и динамическое изменение внутри каждого возраста, показывая закономерности. И понятие нормы. Да, 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 да. Вот, это все остается невероятно актуальным, да, и вот, а подход-то не классический вообще-то, говорят, да? Ну, вот у меня тоже такая позиция, что для меня он очень органично классический. Ну, вот это не классический классик, да? Да. Ну, коллеги, у нас осталось... Да, Виктор, Виктор Зарецкий, пожалуйста. Я тут полтора часа был в рефлексивной позиции, там, в кожаном кресле. Да, да, да. И я, поскольку я много лет занимался анализом речевой продукции, я думаю, что я не пропустил. Но я за час тридцать этого слова здесь не услышал. И вот это для меня, честно говоря, загадочное абсолютно. Потому что, на мой взгляд, понять неклассичность в психологии Выгодского нельзя без этого слова. Ну, не томи. Буду томить. Вы меня полтора часа томили, вот я сейчас вас тоже потомлю. Вот, значит, вот я когда слушал, я мысленно, так сказать, разделял вопросы, которые ставятся, да, на вопросы в рамках классической постановки и неклассической. И они звучали. Понимаете, когда, например, я полностью согласен, что неклассичность, она вписывается в предмет и в метод, но я добавляю третью характеристику к этому, да, вот, значит, когда ставится вопрос, например, чем отличается там психика человека от психики животных, это вопрос в классической постановке проблемы, классической психологии. Она может, можно создать сто теорий, которые будут описывать эти отличия, и все будут правильные, абсолютно. А можно задать вопрос, как влияют информационные технологии на психику. И провести сто исследований, и они покажут, что влияют по-разному. Кстати, во многом это будет зависеть от того, как проводятся исследования. Собственно, из этого-то и выросло в свое время понятие неклассической науки, да, когда физики обнаружили, что они получают разные данные в зависимости от того, как измеряют. Вот, как-то стало непонятно, да, какое, если классическая наука направлена на получение объективного знания, то здесь его нельзя получить, она становится как-то, мягко говоря, неклассической. Не по себе, да. Вот, но в своем опыте, в своей практике я столкнулся вплотную с неклассической наукой в 70-е годы, когда я работал в институте технической эстетики, и нам нужно было не просто, так сказать, знания о человеке производить в классические, психологические, а нужно было решать практические вопросы. Как лучше расположить вот это вот здесь или здесь и так далее, да, организовать рабочее место. И оказывалось, что данных психологии не хватает для того, чтобы решить простейшую практическую задачу, что нужно привлекать данные других наук. Да, мы там с точки зрения, что сделали хорошо, а здоровье стало ухудшаться. Поправили здоровье, он стал утомляться. Поправили утомление, он стал хуже работать. Значит, усилили качество, но он совсем заболел. И никакая наука это не может решить. И неклассичность появилась как направленность научной, как бы, знания на решение практических задач. Потому что для того, чтобы решить практическую задачу, нужно знать много-много-много, все равно не хватит, но на свой страх и риск сделаем. И получались, в 70-е, 70-е годы появляются науки там. Не просто там геология, а геотехнология. Не биология, а биотехнология. То есть они содержат вот этот маленький компонент. А как сделать, как использовать знания для практической задачи? И они начинают комплексировать, так сказать, да, вот эти вот знания. Эргономика, что такое? Это стык. Там пяти-шести наук, да еще развернутые на инженерную практику. И вот теперь, так сказать, да, когда и психология повернулась, но теперь это, так сказать, с некоторого момента, по крайней мере, у нас, она повернулась к практике. Это, наверное, 80-е годы, потому что там, ну, так сказать, считанные люди работали в практике, и практики как-то не было, да? А вот тут возник вопрос, что не всякое научное знание способно обеспечить практику. Более того, большая часть научного знания ничего не может дать практике. Там практическое значение, позиция есть, но она обычно в залоге модальной возможности. Можно для таких-то задач. А попробуйте, сделайте, да? И вот здесь вот, на мой взгляд, вот эта вот эвористичность культурно-исторической психологии, как не классической, да она себя проявила во всей, так сказать, красе. Почему он стал там одним из самых цитируемых, почему все обратились друг к... И причем очень интересно, Выгодского стали открывать, да? Я, например, очень хорошо помню книги по психологии развития, написанные моими коллегами в том числе, да? Про... в которых нет понятия зоны ближайшего развития. Понимаете? Это книга, между прочим, начала 90-х годов. Оно не нужно. Александр Романович Лури пишет при слове книжки «Мышление и речь» и «Слово развитие». Там употребляется один раз в последнем пабзаце, где он пишет. Кстати, вводится очень важное понятие зоны ближайшего развития. И все. Он рассматривает книгу не как книгу о развитии. Гитлевовна пишет, для меня это книга о развитии с самого начала и до самого конца. Понимаете? Почему вдруг все обратились к понятию зоны ближайшего развития? Произошло на моих глазах, я сам такой. Я лет 15 обходился без этого понятия, потом понял, что не могу. Я уже придумал свое, которое в точности, так сказать, заполняет эту брешь. Мы говорили «зона доступной трудности». Потом я говорю, а почему мы говорим такие странные слова, когда есть понятия, да? И это действительно было обращение через практику. Ну и если вспомнить, так сказать, ключевую работу, исторический смысл психологического кризиса, где слово «практика» является главным. Оно проходит насквозь через всю книгу. Он говорит, что психология должна быть практической. Более того, она должна стать не практической, она должна сама стать практикой. Причем практикой какой? Последние слова, да? Это практикой становления нового человека. Она должна участвовать в этом процессе, как субъект этого процесса. И именно такой он видит психологию. А что такое, представляете? Создавать условия для развития человека. Педология была более адекватным словом, но он от него отказался. Там есть кусочек, где он рассуждает. Как бы нам лучше назвать эту новую наукой? Долго-долго держит напряжение, потом говорит, ну ладно, пусть остается психология. Есть подозрение, что он хотел назвать это педологией. Это даже логичнее, да? Потому что создавать условия для развития человека – это как раз учение о том, при каких условиях он может возникать. Но он оставил слово психология. Вот. И вот действительно у него можно проследить по работам. Да, вот эту вот линию, причем его практика, она была, как бы, вся завязана на проблемой развития. Вот как Надежда Константиновна Крупская поставила задачу, чтобы дефективные дети становились образованными и, так сказать, рабочими, да, квалифицированными. В 1924 году на съезде. Вот. Он задачу принял, потому что он сказал слово «дефективный материаль не будем, скоро это будет неприлично», он написал, да? И так оно и получилось. Но он задачу эту решал всерьез. Да. Да? У него первые там работы, там, да нет, они у нас до самого конца. Да, да, да. Вот эта линия этих работ, она идет. Причем процент там очень большой. По дневникам это видно, вот, по дневникам видно, от первых до последних дней, и все. То есть, это тема, которая сквозной является для всего времени. Но, заметьте, решая эту задачу, через нее он обращается к вопросу, а что такое сознание? А чем отличается психика человека от психики животных? Да? Да. Да. Как происходит развитие специфических человеческих функций? В истории развития психических функций, в высшей психических функции нету слова «зона ближайшего развития». Нету, да. И в лекциях по развитию, когда он читает цикл лекций в 1932 году, там, развитие восприятия, развитие памяти, развитие мышления, развитие воли. Да. И даже, по-моему, эмоции там что-то есть. Нету этого понятия, потому что оно появляется через, там, несколько месяцев. Оно появляется в 1933-м, да. Но когда оно появляется, зона ближайшего развития, да, то появляется механизм, как человек, практик, психолог, взрослый, учитель, да, может включаться в этот процесс развития, оказывать на него влияние, да, но, заметьте, тут же появляется слово «сотрудничество». Он не произносит этого слова, да, ребёнок, как субъект своего развития, да, но через «сотрудничество» мы его вычитываем, потому что сотрудничество, значит, другой тоже сотрудник. Да. Да? И вот, и, на мой взгляд, вот, завершающий аккорд вот этой его теории развития, да, это вот «в мышлении речи», вот эта фраза, про которую я сейчас всё время пишу, потому что я без неё уже не могу жить, я не могу решать практические задачи без этого, да, что один шаг обучения может начать с 100 шагов развития. Да. Прямо после этой фразы идёт следующая фраза, и это самый положительный момент новой теории, вот. Значит, почему это важно? Да потому что процесс обучения можно строить по-разному, или по-другому, скажем, вмешиваться в этот процесс взрослый может по-разному. Может закрыть процесс развития, может разрушить процесс развития, может создать условия, а может сделать нечто такое, да, что, так сказать, ребёнок начинает расцветать на глазах, как цветочек. И вот это те самые 100 шагов мы получаем. И он это написал, если я правильно вычисляю, где-то, так сказать, месяца за полтора до того, как закончил свою активную творческую деятельность. Это весна 1934 года. Да, вот как зона ближайшего развития, он говорит, мы педагогическое значение опишем в последующих главах. Его нету, этих глав не было. И здесь тоже он завершает, и больше нигде, когда я спрашиваю Екатерину Юрьевну, где-то в записных книжках встречается вот эта фраза, там, один шаг в общем. Она говорит, нет, нигде не нашла, не обнаружила. То есть это вот был вот такой, так сказать, инсайд какой-то, да, что такое возможно. Вот, поэтому вот мне кажется, что вот, во-первых, очень важно, так сказать, к предмету и методу добавить направленность психологии на практику, да, вот эта триада такая, да, которая делает ее неклассической, вот. А во-вторых, именно, как бы, секрет уже вот такой популярности сейчас, там, спустя 80 лет, да, после того, как вышли последние работы, в том, что он создал именно такой концептуальный строй, который работает на практику. Он просто, так сказать, да, не надо далеко ходить. Открываем книжку, и там все написано. Социальная ситуация развития. Это очень практичная вещь. Да. Да? Можно поэлементовать. Зона ближайшего развития четко границ. Вот ребенок может, вот может совместно, а вот не может вообще, понять не может, да? Однажды, сейчас одна фраза, и на этом закончу, очень хорошо иллюстрирует ценность культурно-исторической психологии для практики. Я однажды в колледже преподавал, и учителями у меня были мастера автодела. Один был, 10 лет работал в гараже, директором гаража, а другой полковник, тоже директор гаража в армии. И вот они пришли преподавать, им нужно педагогическое образование для того, чтобы, ну, получать зарплату как педагогам. И они у меня писали диплом. Им очень понравилось понятие зоны ближайшего развития. Я приходил на занятия, помогал организовывать. Вот. Ирина Юрьевна Кулагина принимала в комиссии экзамен, эти дипломы, значит. И вот они так бодро, зона ближайшего развития, вот это полковник как раз. Она говорит, ну, хорошо, но вот вы на занятия отличаете, когда вот вы в зоне ближайшего развития работаете? Ну, конечно. Различаю. Ну, а как? Да очень просто. Как только я за пределы этой зоны выйду, я вижу, у них глаза становятся пустые. Они ничего не понимают. Вот. Прекрасно. Работает. Работает, да. Замечательно. Спасибо. Как всегда, блестяще, Виктор. Огромное спасибо, что нашел время зайти. От всех благодарность. Уважаемые коллеги, у нас осталось совсем немного времени. И, конечно, было бы самой большой глупостью брать на себя ответственность, некое обобщающее слово, не сказать, говорить. Давайте лучше я поделюсь своим субъективным взглядом на то, для меня в чем неклассичность Выгодского заключается, и в теории Выгодского. Ну, поскольку как бы на правах Варяжского или какого там австралийского гостя. Вот, смотрите, на мой взгляд, неклассичность, конечно, в предмете и, конечно, в методе, да. Но вот, если говорим о предмете развития, то неклассичность заключается в том, что Выгодский четко сказал, что предметом этой теории являются не просто функции, высшие психические функции, как то память, воля, мышление, воображение, а процесс происхождения и развития, то есть генезис, грубо говоря. Отсюда и основной генетический закон. Вот, то есть сдвиг предмета от описания того, как функции работают, к тому, откуда они вообще берутся. Это как вот, вместо того, чтобы описывать яблоко на дереве, как оно выглядит, обратить внимание на то, как оно вообще там появилось. То есть, всё дерево вместе с корнями, с фотосинтезом, с его ростом, с превращением этого деревца в большое дерево и, в конце концов, цветы, плоды и фрукты. Это уже Виктор лучше меня знает, да, цветы развития, завязи развития, вот, вот, да, взгляд. То есть, в отличие от традиционной классической психологии, выход за пределы описательного в процесс генезиса. При этом два момента, конечно, не от социального к индивидуальному, а как социальное становится индивидуальным. То есть, процесс, директорический процесс становления индивидуального, неважно, субъекта, личности, сознания. В общем, индивидуальное в самом широком смысле. И ещё один момент, который для меня, например, очень важен, понятие драмы, драмы развития, драма развития. Без драматических ситуаций в нашей жизни никакого развития не может быть, потому что, судя, ну, вот, Выгодский говорил, динамика личности есть драма. Вот это очень важно. Жалко, что не было времени это обсудить, но в следующий раз. Вот это, значит, по предмету. Второе, метод. Безусловно, экспериментальный генетический метод, как метод, соответствующий этому предмету, и который разрабатывался Выгодским параллельно с разработкой самой теории, а разрабатывал он теорию не сидя в тиши кабинета, которого у него с роду не было, а в реальной работе с реальными детьми, взрослыми и так далее. Это к вопросу о практике. Почему эта теория работает на практике? Да потому что она из практики и появилась, собственно говоря, а не из выдуманных каких-то абстрактных постулатов размышлений. То есть, второй – это метод. Третье, что для меня очень важно, это новый принцип. Вы, конечно, удивитесь, но это совершенно новый, не классический принцип, который был обозначен, но не разработан. Этот принцип связан с понятием переживания. Принцип преломления. Выгодский пишет, что социальную ситуацию развития можно понять только тогда, когда мы поймём, какие компоненты преломляются в индивидуальном переживании ребёнка. Это, в общем-то, покушение на основополагающий принцип любой психологии, которым является принцип отражения, от принципа отражения к принципу преломления, как к фундаментальному, новому, фундаментальному, базовому принципу психологии. Преломление. То есть, можно, конечно, говорить, что вот идея о призме, переживание как призме – это метафора. Но да, если это метафора, то эта метафора ставит под вопрос другую метафору – метафору зеркала, которая – отражение. То есть, не отражение, а преломление. Ведь луч отражается от зеркала, но проходит сквозь призму. При этом, изменяя её, этот принцип был как-то вот вброшен, но не успел Лев Семёнович его развить, хотя последние годы, последние работы там очень много об этом. И это на самом деле новый принцип, а новый принцип – это и есть признак неклассичности. Так же, как принцип относительности является новым принципом неклассической физики, относительно традиционных принципов ньютоновской физики. Вот для меня по этим направлениям, по этим параметрам неклассичность теории даёт основание действительно сделать вывод о её неклассичности. Но, впрочем, у каждого своя картина, и, как мы сегодня убедились, точки зрения разные. Но, по-моему, у нас сегодня состоялся диалог, и, как это говорили, тусовка. Вот. Теперь я умолкаю и передаю слово председателю Ольге Витальевне. Ваш последний комментарий, потому что время уже. Микрофон заработал. И микрофон. Николай Николаевич, большое спасибо. Вот все комментарии. Спасибо всем. Коллеги, просто такое небольшое объявление. Во-первых, если кому-то интересно, вот завтра и послезавтра продолжается конгресс, несколько площадок в городе, в частности завтра это высшая школа экономики утром, затем с двух часов это психологический институт на Маховой, где будет очень интересная конференция по необычной теме. Это точки соприкосновения теории Выгодского, Теплова и Челпанова, если кому-то интересно. И 16 числа две площадки параллельно идут. Одна по обучению и развитию здесь, в МГППУ весь день, и вторая в высшей школе экономики, там по современному детству. Где можно посмотреть программу? Можно посмотреть на сайте нашего центра, Центр междисциплинарных исследований современного детства, ChildhoodResearch.ru Там и программа, и всякие новости, и даже там есть библиотека, если кому-то интересно. Все материалы мы там выкладываем. Большое спасибо всем, кто пришел. Будем рады нового встречи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ